Всем привет, друзья! Это Радиус. Мы продолжаем прохождение игры X3. Рассвет Альбиона. Старт самоубийственный риск. И мы только что стали миллионерами. На нашем счету миллион двести восемьдесят тысяч кредитов. Неплохая репутация у тела детей. Держатель контрольного пакета. У паронидов мы кочевник. И нам нужно закончить две паронидских миссии на сканирование астероидов. И мы окончательно исправим репутацию у паронидов. Пока паронидские торговцы для нас красные и враждебны. Но я думаю, что это только пока. Летим. Быстренько летим обратно в яркую прибыль. На миссии у нас осталось пятнадцать и двенадцать минут. Обе миссии нас посылают в сектор силы компании. Это где? Яркая прибыль, сила компании. Нам нужно пройти один сектор, пролететь. Это не проблема, я думаю. Ход в систему. Яркая прибыль. Так. Быстренько летим к вратам. На пиратской базе нет заданий никаких. Вот наша рыба-молот летит. Прикол в чем? Мы ее сейчас подберем заново. И ракета у нас не пропадет. Это ту, что мы выкинули, чтобы выполнить денежную миссию на перевозку семи пассажиров. Так, стоп. Вот лучше было бы подобрать, конечно, с первого раза. Грузовой отсек сейчас задержит ракета рыба-молот. Хе-хе-хе. Даже ракету сохранили. Выговорить. Начинает. Опять новозащитник. Выговорить. Что? Я сейчас начинаю передачу. Доставить дельфин. Не будем. И сканировать нелегальные товары. Неинтересные миссии. Вход в систему. Сила. Компания. Так, все, собственно, квест нужно сдать. Сейчас подлетим на расстояние связи на 25 километров. Сдаем квест. Миссия выполнена. Далее. Далее нам просканировать астероиды в этом секторе по второму квесту паронидов. Что нам здесь предлагают? Все, мы обе миссии закрыли. Отлично. Доставить два пассажира для барона. Да, обязательно доставим. Обязательно. Для барона нужно доставить. Нам нужно повышать репутацию баронов. Так, собственно, почему у нас указатель туда... Так, мы просканировали все астероиды и мы просканировали все астероиды. Паронидом мы выполнили задание. Активировать наведение. Так, к шахте нам нужно стыковаться. Ответ положительный. Переходите к посадочной процедуре после появления зеленых огней. Пассажиры на борту, пассажиры на борту. Приветствуем вас. Мы всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству. Все, топим. Работаем на баронов. Куда нам нужно лететь? Что-то я не посмотрел. Возмездие королевы. Как раз по пути. Время более чем достаточно. Целый час дается на выполнение миссии. Мы еще успеем несколько других миссий выполнить. Получить обстоятельства встречи для Паронида? Нет. Во-первых, денег мало. А во-вторых, достаточно пока с Паронидами. Вход в систему. Яркая прибыль. Так, летим. Яркая прибыль. На пиратской базе будем проверять, нет? Осьминог. За 6 тысяч. Это тот корабль, от которого мы избавились. Наша самая первая консервная банка. Ну и, собственно, цена у нее соответствующая. Всего 6 тысяч корабль стоит. В принципе, его можно было бы починить и продать там тысяч за 30. Но прибыль 25 тысяч кредитов это уже несерьезно для нас. Для нас, миллионеров, это несерьезно. А вот новозащитник. А нет, это 100% корпуса, очень дорогая. Ранит просит кого-то убить. Скан нелегальных товаров. Доставить миллион батарей некий вариант. И карты секторов продают, которые мы уже изучили. Эти сектора. Так. И у нас что? У нас парониды уже нет. Паронидов в секторе нет. Сплиты красные, а паронидов в секторе нет. Сколько у нас репутации у паронидов? Кочевник 70% всего. Ооо, сколько нам мало репутации-то начислили за скан астероидов. Так неинтересно. Я думал, мы сильно поднимем репутацию. Так, здесь сектор у нас не богат на задания. И все задания глубоко в секторе. Ну ладно. Пролетимся до них. Парониды, да? Да. Парониды уже, торговцы парониды... Нет, один, значит, красный, а вот этот торговец уже у нас нейтральный для нас. Все, потихонечку парониды у нас становятся нейтральными для нас. Сокол-защитник. Отличный, крепкий корабль, артилогийский. 400 мегаджолевых щитов для тяжелого истребителя это очень большая защита. Очень крепкий корабль. Неплохой корпус. Но скорость, скорость составляет желать лучшего. Некоторые... Многие корветы и некоторые даже фрегаты быстрее этого истребителя. Но это действительно корабль-защитник. Истребитель-защитник. Он оправдывает свое название. Он просто для защиты больших кораблей предназначен. Для больших медленных кораблей. Так, что нам здесь дают? Детали двигателя доставить не сможем. Доставить тукан. Ой-ой-ой. 47 минут. 246 тысяч. Я бы вот с удовольствием доставил. Блин, из большой биржи долго он будет лететь. Я боюсь, без прыжкового двигателя мы не справимся. Ну как? Сканировать нелегальные товары это ерунда. Тукан можно было бы доставить? Откуда? Из большой биржи Теладийский тукан. Есть здесь? Да, есть тукан. Блин, если бы там у нас был спутник, мы бы могли купить этот корабль удаленно. И, наверное, взяли бы эту миссию. Но спутника там нет. Нужно не забыть поставить у баронов в секторе с верфью спутник. Так, не понял, нас куда ведут-то? Блин, у меня опять не та миссия, блин, активирована. Так, так, ребят, ребят. Коли мы уже здесь, может мы спутник поставим? А здесь есть вообще спутники? Нет, здесь нет спутников. У теладийцев на торговых станциях нет спутников, и, конечно, здесь нет. Здесь только дроны есть. Три грузовых дронов. Фабрика квантовых трубок, солнечная электростанция, фондовая биржа. Давайте тукан купим. Сколько он дорогой? Четыре, блин, он дорогой. Сколько нам обещали за этот квест 300? Сколько у него скорость? Давайте посмотрим. 50 метров в секунду, и прокачать нам эту скорость негде будет. Нет, мы не справимся без прыжкового двигателя. Зря мы в этот сектор влетели. Вот этот квест мы не будем брать, потому что уничтожить Ксенонский флот плюс защитить верфь Теладии это задание требует от нас присутствия в этом секторе постоянно. Мы из него вылетаем, поэтому это мы не будем брать. А вот уничтожить торговый конвой тоже не будем брать, естественно. Теладийская похоронная служба. Пассажирский теладийский лайнер. Похоронка. ЛХ какой-то летает. Нет, в большой бирже здесь я не знаю нам что сделать, ничего нам здесь не сделать. Спутников нет. Взять их пока негде. Парочку навигационных спутников надо прикупить. Так, подождите, слезы скупости. Так нам всего сектор Тукану надо пройти, что ли? Ну-ка, 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 ну-ка. Всего сектор, что ли, Тукану пройти? 15 служащих нет. Я не проведу 15 служащих. Фабрика на струбовом вы говорите с... Начинаю передачу необходимой вам информации. Ну как? Вы хотите получить... 47 минут. Давайте возьмем всего лишь сектор пройти, да, Тукану? Даже со скоростью 50 метров в секунду, по-моему, за 47 минут он пройдет, это расстояние. Сейчас влетим в сектор Большая Биржа. Только бы пираты не уничтожили наши, да, Тукан или Ксеноны какие-нибудь. Деньги-то серьезные, 300 тысяч. Быстренько покупаем. Торговать покупаем Тукан в самой маленькой модификации приказываем ему стыковаться с фабрика на стропового масла М-Альфа в слезы скупости и уходим во врата, идем нафиг отсюда, чтобы не мешать эту Тукану. Фабрика на стропового масла М стыковаться с слезы скупости фабрика на стропового масла Блин, их там несколько. Фабрика на стропового масла М-Альфа стыковаться с слезы скупости фабрика на стропового масла М-Альфа Я надеюсь, я не ошибся фабрикой. Все, Тукан наш стартует с верфи Какой же он медленный? Ёкало мое Но я надеюсь, что что он все-таки успеет долететь, потому что иначе мы просто просрали 500 тысяч просто так. Так, миллион батарей доставить не вариант. В принципе, у нас есть торговый корабль на кухонной пекарне. Пока мы ничего сделать с ним не сможем он в полночной звезде, потом уже когда у нас будет прыжковый двигатель прыгнем к нему, починим нам нужно купить хотя бы один щит на 25 мегаджоулей поставить на него вооружение пока на него ставить не будем, наверное поставить щит и собственно можно уже покупать рудную шахту для этого нам нужно сканировать астероиды найти какой-нибудь очень жирный астероид чтобы наша шахта имела максимальную производительность и зарабатывать уже денежки наша шахта будет сама потихоньку помаленьку зарабатывать нам деньги без нашего участия. Ох, сколько здесь заданий всяких. выговорить вам начинаю передать кого-то убить за приличную сумму кстати может быть стоило бы вход в систему яркая прибыль так, у нас что-то столько заданий мы же персонал везем еще на пассажирскую на станцию Королевская верфь возмездие королевы нам нужно прикупить спутники сейчас смотрим потихонечку по дороге может и будет какой-нибудь завод по производству спутников на пиратской базе нет спутников ручное оружие подсолнечники космические мухи Маркуса система жизнеобеспечения спутников нет десант нам нужно задумываться уже о покупке десантников потихонечку но они очень дорогие вот вот этот десантник 205 тысяч чем дороже десант тем он лучше тем лучше его навыки и нам конечно нужно покупать десант с наилучшими навыками ладно о десанте мы позаботимся потом нам сейчас главное купить новый корабль не отвлекаемся иначе мы распыляемся так опять но он все нового защитником банчит своими вы говорите с автоматически вам начинаю передавать этот все осьминогом банчит просит привезти растармливое масло задешево вам это может показаться немного сложным фабрику ускорителей частиц просит построить за 4 миллиона да она сама стоит где-то миллиона 3 4 наверное это вообще не вариант вот руда неплохой астероид в яркой прибыли да надо запомнить в яркой прибыли хороший астероид 42% содержания руды в астероиде пока это лучший рудный астероид который мы сканировали почему паранид это до сих пор красный руда содержание 13 кремний 33 руда 21 13 здесь какие-то бедные астероиды здесь мы сканировали все так летим дальше здесь похоже ничего интересного нет у нас торговая станция теладий те станции далеко хотя неплохо было бы свернуть посмотреть что за квесты что за задание сплит 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 доставить опять скорпион да не можем мы доставить сплитские корабли да успокойтесь вы уже солнечная электростанция м точно не сможем построить она слишком дорога теладийская солнечная электростанция летим в следующий сектор святилище коррупции святилище коррупции все еще теладийский вход в систему святилище коррупции так здесь тоже у нас не особо как-то разведан сектор здесь мы голубом по европам летели тогда на нашей консервной банке без всякого сканера здесь теладийский эсминец феникс мощный вообще корабль просто мощный и выглядит тоже так солидно без всяких там дурацких разводов дурацких прилизанных форм все все практично и все только по делу потрясающий корабль проверим что за квесты на солнечной электростанции и на торговой станции теладий доставить гриф шахтер тоже неплохо денег ну блин возвращаться уже не вариант патрулировать святилище коррупции не знаю тут феникс возьмем конечно тем более этот квест не требует нашего присутствия в секторе феникс тут всех разнесет халявная миссия единственное что придется вернуться в этот сектор чтобы ее завершить надо будет не забыть сюда прыгнуть отлично мы в баронском секторе так он тоже не исследован практически тоже здесь пролетели голубым по игрокам нам на королевскую верфь стыкуемся и я думаю сейчас займемся покупкой уже если нам хватит конечно репутации что-то здесь на задание не сильно богато этот баронский сектор интересно я еще ни разу не стыковался к баронской верфи вручную по крайней мере это куда там надо стыковаться где стыковочный узел непонятно с той стороны что ли стоп 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 да вот посадочная полоса у чуть-чуть как меня занесло блин скорость у нас сбавлять при посадке ну пусть ильга вот это блин ее парасет дикий дикая просто дикий ягуар дичайший корабль ну я прям же так квест закончили 21000 кредитов заработали репутацию я надеюсь немножко подняли барон придворный 64% теперь самое интересное хватает ли нам на корабль наш манта дельфин осьминог кальмар рейдер отлично даже максимальной модификации мы можем купить 4 ускорителя частиц может даже нам максимальной модификации не надо две импульсных пушки или купим вместе с орудием уже вместе с орудиями не будем экономить купим вместе с пушками уже да понял я понял понял покупаем кальмар рейдер пустяльку конечно же отлично у нас новый корабль ага у нас хватит денег на прокачку его 19000 так на форсирование двигателя у нас уйдет 28000 а у нас 154000 так теперь самое интересное расширение грузового отсека 65000 блин и у нас остается 70000 ну хотя бы хотя бы ребят так что спустильги на него все снять самое дешевое мы закупим видео очки обязательно купим навигационный модуль патрульный модуль сингулярный уплотнитель времени сканер C3 обязательно сканер минералов снимем спустильги специальный программный модуль возьмем он дешевый оба торговых возьмем тоже дешевый и ускорители обязательно блин нам на прыжковый двигатель не хватит ну ничего мы сейчас подзаработаем наверное итак кальмар рейдер пересаживаемся и устраиваем тест драйв нет пересаживаться рано мы спустильги сейчас передадим на кальмар рейдер что мы передадим во первых нам ракету надо продать рыбу молот у нас деньги будут кое какие биосканер передадим на кальмар рейдер программный модуль снабжения конечно же передадим боевой модуль передадим мы будем воевать у баронов мы его пока не можем купить и у нас репутации не хватает систему жизнеобеспечения обязательно передаем на кальмар рейдер кальмар рейдер у нас будет такси торговую систему с расширенными возможностями сканер грузов и минералов сканер сканер грузов наверное передадим на кальмар рейдер да нет пусть у нас на разведчике сканер минералов и грузов будет сканировать мы будем разведчикам нет пока все передадим пока все там посмотрим так во первых нам нужно торгануть еще с верфи модернизация кораблей пустельга и продадим рыбу молот 112 тысяч у нас на прыжковый двигатель хватит денег хватит а репутации хватит ли дополнительно сменить корабль ну что ж устраиваем тест-драйв нашего корабля кальмар рейдер конечно он не такой быстрый как пустельга отнюдь не такой быстрой скоростью нас будет ниже уже больше чем в два раза но это корабль класса м4 истребитель перехватчик уже более серьезный энергия лазера конечно здесь быстро у нас садится но можно допустим три пушки поставить мы допустим поставим сейчас здесь у нас четыре слота под оружие то есть четыре конфигурации оружейных мы значит четыре группы оружейных мы этот лазер удалим нет мы сейчас сделаем следующим образом первая группа у нас будет максимальная да мы просто сюда поставим так что мы поставим нет доступных лазеров мы не сняли лазеры с пустельги ну и ладно ну и ладно первая группа у нас будет вооружение максимальная вторая группа добавить в группу 2 добавить в группу 2 в группе 2 у нас будет 3 лазера в группе 3 у нас будет 2 лазера и в группе 4 у нас будет один лазер Ну так кого-нибудь подпилить То есть нажимаем на клавишу 1 У нас максимальное вооружение в турелях 2, у нас 1 лазер выключается Группа 3, выключается 2 лазера И 4, у нас всего 1 лазер Вот так выглядит наш кальмар рейдер Что ж, у нас хороший трюм 187 единиц, вот это да Так, мне хочется прям, хочется выполнить какое-то задание На заводе ракета Томагавк у нас задание А на доке оборудования у нас есть улучшенные спутники Или спутники вообще какие-нибудь навигационные Да хрена там Нету ничего А есть ли вообще фабрика спутников каких-нибудь Или может быть на Баронской Навигационный спутник связи Но их ноль Блин, вот проблема еще Спутники найти Посмотрим, что там Отличная управляемость просто Даже по-моему лучше, чем на нашей пустельге Да, сейчас путешествия у нас будут занимать чуть больше времени Ну как чуть, в 2 раза больше времени Но я надеюсь, сейчас мы купим прыжковый двигатель И эту проблему решим Доставить 638 единиц руда Пока нет Защитить Итак, тест драйв Тест драйв Боевое крещение нашего Кальмара рейдера Где, откуда враги Враги из этих врат, наверное Нам нужно быстрее на всех парах лететь К заводу Тамагавк Сейчас мы не сможем догнать быстрые истребители Если на пустельге мы любой корабль можем догнать То на этом уже нет У Фуджина 330 метров в секунду У нас 257 Поэтому нам придется встречать его у станции Так, включим побольше, наверное Вот так вот Два Два у нас орудия будет Нашит передние турели Чтобы лазер сильно не садился Боевой модуль у нас второй есть Нам нужно поближе к нему подлететь И из всех стволов От имени королевы Атреи Отлично Что он сбросил? Греческий огонь Сейчас вот нам Специально подбирать контейнеры в секторе Давайте подберем контейнеры Ракеты Потому что Трюм у нас сейчас хороший Мы можем позволить себе собрать ракеты И уже их использовать в бою Греческий огонь Это неплохая ракета Эффективно против кораблей нашего класса М4 Против истребителей-перехватчиков И АСУ обязательно надо подобрать Против мелких кораблей Это идеальная ракета Пачковая Против мелких истребителей М5 Так, этот контейнер подобрал И АСУ сейчас АСУ подбирает Маневренность корабля хорошая Поэтому Вроде как он не должен Кружиться вокруг контейнеров Держит Ракета АСАП Так, здесь что? Руду надо доставить Фабрика кристаллов М-Альфа Там какое-то задание Сколько у нас денег? Кхм, 113 тысяч Нам пора лететь в соседний сектор Наверное За прыжковым двигателем И весь наш миллион Все коту под хвост Сплит Ягуар Рейдер Да не смогу я доставить Ягуар Рейдер Полетим в соседний сектор Наверное Собственно Покупать прыжковый двигатель Полетим Все У нас больше нет Нашего миллиона 113 тысяч Собственно У нас больше нет Так, тукан наш долетел Наконец-то Отлично Еще немножко подняли У баронов Да Мы у баронов Уже благородный Парк 4% И Ничего нам Вот Ага Нам отдали деньги За тукан И заплатили За миссию 605 тысяч У нас есть Отлично Чтоб я не страдал От недостатка денег 719 тысяч У нас денег есть Нормально Вход в систему Гавань королевы Так Здесь Надеюсь Спутники какие-то Мы сможем купить На штаб-квартире Допустим Мины Боевой дрон Да Навигационный Спутник связи И прыжковый двигатель И стыковочный компьютер В общем Все купим Максимально Апгрейдим На На пустельгу Тоже нам Стыковочный компьютер Наверное Нужно Купить Поэтому Блин Пустельга Это же Бешеный корабль Он на автопилоте Разобьется А штаб-квартиру Лучше Когда нас не будет В секторе Мы ее отправим На штаб-квартиру Поставим Стыковочный компьютер На пустельгу И прыг-двиг Тоже поставим Денег у нас хватит На оба корабля Прыжковый двигатель Поставим И на торговца Нам бы еще Прыжковый двигатель Поставить Но торговца Успеется А торговца У нас не срочно Сканировать Нелегальные товары Не денежная миссия На штаб-квартире Строительную миссию Какой-то Завод импульсных Генераторов Ионов За 10 миллионов Ничего себе Вот это да Что ж Я Опа Чуть не врезался У нас Вы говорите Ответ положительный Я думаю Мы уже Последний раз Последний раз Вручную Стыкуемся Я надеюсь Со стыковочным Компьютером Процесс стыковки Будет Более чем Не сложным Просто нажимаем Клавишу И мы уже В доке Нас Телепортирует В док Так Ставим прыжковый двигатель Быстренько И стыковочный компьютер Прикупаем Штучек Сколько 3 5 4 Навигационных спутника Пока Хватит Наверное Дроны Разведчики Нам для разведки Купить Или не покупать Уже Дроны Разведчики Они дорогие Собаки Боевые дроны МК-2 Прикупить Тоже дорогие Но они будут Нас защищать Они будут Нас защищать Я не знаю Нет Пока у нас Денег мало Ничего не будем Лишнего Покупать И даже Второй прыжковый двигатель На пустельгу Я пока не буду Покупать Мне нужна Рудная шахта Сейчас И найти Какой-то Богатый Астероид Поставим Рудную шахту Запустим Торговца Наш Грузовой корабль Починим Установим Щит Кстати Щиты Здесь есть В этом секторе По-моему Должны быть Щиты Продаваться На Королевской Торговой станции Здесь ничего нет На штаб-квартире Щитов Нет Зато Дроны Разведчики Есть Хорошо Возьми Сдик Королевы На доке Оборудования Есть щиты 25 мегаджоулей У нас проблема Кажется С 25 мегаджоулевыми Щитами Тяжелые щиты Это тяжелые щиты Гигаджоулевые Уже Блин Где бы нам Взять щиты Непонятно Ладно Эту проблему Мы решим Уже в следующей серии А пока Ребята Всем пока Увидимся В следующей серии С вами был Радиус Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok